Всем намасте! Пяточки, мысочки, спина прямая, так, назад, даже когда стоите прямо, старайтесь, чтобы ягодицы назад и копчик не уходили, старайтесь их провернуть, опустить вниз, это важная часть жизни. Делаем удар правой ножкой на месте, левой, ставим большой, оба больших пальчика на плечи, пятки немножечко в сторону разводите, потом мысочки, плавно, мягко опускаетесь вниз, перед собой ручки, касаемся пола. Пальчики просто вместе, подносим глазам, теперь локти остаются на месте, проверяйте, да, каждый раз, чтобы привычка была правильная, поднимаем вверх, чуть-чуть они будут перед вами, да, не четко над головой, немножко перед вами, опускаем колбу и груди. Давайте еще раз напомню вам значение поклона, да, что мы делаем. Этот поклон делаем и в начале, и в конце занятия. Так, перед собой ручки, спина, можете начинать улыбаться, кто уже с глазами его делает, делает с глазами. Первый раз на месте раз, два удара делаете, вспоминаете, что ходите по земле, так приветствуете весь мир, опускаетесь с прямыми локтями, опускаетесь перед величием всего мира. Дальше касаемся земли, подносим глазам, это жесть о просьбе благословения у матери земли, прощения заодно просим, что будем сейчас по ней топать. Дальше через верх складываем ручки в приветственном жесте, приветствуем богов, своего учителя и всех присутствующих. И точно так же со всеми прощаемся, да, то есть это вот такая философская часть танца. Теперь разогреваемся перед собой ручки, между пятками расстояние на ладошку, это важно, сильно широко не ставьте, иначе будет тяжело приседать. Опускаетесь в полуплие, мысочки в сторону, настолько, насколько вам удобно, коленки над мысочками, старайтесь, это очень важно, чтобы они не падали вперед, а то будут болеть. Лучше пускай ножки будут почти вперед, да, чем искусственно в сторону. Копчик вниз, опускаетесь в полуплие, и теперь на 8 щитов опускаемся вниз, когда опускаетесь вниз, мышцами толкаете коленки в сторону, и поднимаемся вверх, опять же, до полуплие. Готовы, спина, улыбнулись, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь на четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, спина прямая вперед, не наклоняйтесь. 1, 2, 3, на 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Встряхнули ножки. Колени, не колени, извините, мышцы должны болеть, колени не должны болеть. Так, теперь наклоны. Разминаем талию, локти в сторону, через право-лево, да, обхватываете левый указательный пальчик правой рукой, ручки пойдут наверх, плечи расслаблены, локти, плечи, извините, напротив ушей находятся, опускаемся вниз, пятки немножко в сторону, в полуплие, и теперь наклон делаем так же, как в йоге, от живота вверх к макушке, да, то есть бедра остаются на месте, наклоняемся всем корпусом. И 1, 2, чем ниже сядете, тем легче наклоняться. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Хорошо. И последнее движение на разогрев делают все, у кого в порядке, все с коленями, со спинами, тем, у кого ничего не болит. Опускаемся вниз, левая ножка в сторону, мысочек на себя, спина прямая, перед собой ручки, и сейчас делаем перекат влево, максимально поднимаясь вверх, потом опускаясь вниз. 1, 2. Ножки старайтесь, чтобы оставались на одном и том же месте, чтобы их не сдвигали. 3, 4. 1, 2. Вперед, не наклоняйтесь, спина прямая, перпендикулярно полу. 3, 4. Вот. Мышцы должны болеть, то есть если болят мышцы, все делайте правильно. Слушайте, у нас сегодня прям все в голубом саре, договаривались, наверное, да. Так, разогреваемся, теперь уже топаем, да, то, что делаем всегда. Хорошо. Пальчики вместе, большой согнут прижат, кладем сзади на сталью, при этом лопатки опускаете вниз, плечи тоже, соответственно, идут за лопатками. Копчик вниз, опускаемся, ножки сначала вместе, потом пятки чуть-чуть в сторону, мысочки и опустились. На трех скоростях, по одному, спина прямая обязательно, по одному удару, правой-левой ножкой, при этом на первой-второй скорости тянетесь пяточкой к ягодицам. Те, кто уже движение знает, старайтесь, чтобы корпус оставался на месте, да, не шатался вправо-влево. Готовы? Первая скорость, подбородок, глаза большие, улыбаетесь. И, ты, я, ты, ты, я, ты, ты, я, 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 ты, я Это те, кто уже движение хорошо знает, старайтесь, чтобы он опускался. Включается тогда пресс, и вы себя чувствуете увереннее, активнее. Два раза правой, два раза левой. Те же удары по два раза. Спина, плечи, улыбаетесь. И ты, я, ты, спина. Ты, я, ты. Ты, я, ты. Ты, я, ты. И вторая скорость. Ты, я, ты. 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 Хорошо. Вдох-выдох. Следующее давайте сделаем по четыре. Мы его очень давно не делали. Четыре правой, четыре левой. Три сегодня пропускаем, будем делать по четыре. Четыре правой, четыре левой. Спина, плечи. Все вот эти движения, вообще их восемь, да? Они рассчитаны на то, чтобы к моменту, как вы подойдете к движениям с руками, у вас уже укрепятся вот эти мышцы бедер. Вам будет проще сидеть, вы не будете думать о том, что мышцы ног болят. Четыре раза. И ты, 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 там. Ты, я, ты, я, ты, я, ты. Еще раз. Ты, я, ты, я. Ты, я, ты. Ты, я, ты, я, ты. Вторая скорость. Т, я, ты, я, ты. Спина. Ты, ты, я, ты, я, ты, я, ты. Т, я, ты, я, ты. Хорошо, стряхнули ножки. Есть. Если третья скорость еще вызывает, да, чрезмерно широкую улыбку, пусть так и будет, да. Немножко, если не успеваете, не страшно, со временем начнете успевать, заодно отработаете улыбку, пока нет, не успеваете третьей скорость. Так, давайте последнее по пять сегодня сделаем, дальше двигаться не будем. По пять это у нас два медленно, три быстрее, два медленно, три быстрее. То есть, каждой ножкой по пять, но два будет первых медленных, три быстрее, два медленно, три быстрее. Приготовились. Должно становиться тепло, пока вы делаете вот эти удары, вам должно стать тепло, как в Индии. И. Тей. 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 Там. Тей. Тей. Спина. Тей. Тей. Там. Тей. Плечи расслаблены. Тей. 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 Вторая скорость. Тей. 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 скорость в самом конце, вот эти три последние удара на третьей скорости являются четвертой скоростью, поэтому сильно не переживайте, если ноги еще не успевают топать. Так, следующее движение делаем с руками. Первое, что всегда будет одинаково, это прямая спина, опущенные лопатки, расслабленные шеи и плечи. Теперь локти всегда будут параллельно полу, пальчики вперед. Вы улыбаетесь всегда, вне зависимости ни от чего. Так ладошки смотрят наверх, в потолок, то есть не вниз, а наоборот в потолок. Теперь тянемся вперед, смотрим прямо, открываем в сторону, выдыхаете и переворачиваем, да, разводим в сторону, переворачиваем. Когда переворачиваете, поднимаете локоть вверх, да, кисть прогибаете вниз и ладошку чуть-чуть подворачиваете вперед, про вот это не забывайте, да, чтобы она смотрела не назад, а именно вперед. Хорошо. Те, кто уже был, еще выше локти, еще можете выше, не локти, извините, саму руку, то есть те, кто уже поднял локти, теперь поднимите руку. Плоскость руки тоже будет параллельно полу. Есть. Теперь те, кто уже был, сгибаем безымянный пальчик, кто первый раз пока что держит пальчики вместе. Поворот ладошки вправо, посмотрели вправо, прямо, влево, прямо, вправо, прямо, влево, прямо. Хорошо. Теперь делаем с ногами на трех скоростях. Ножки у нас тут простые. Выпад вправо, приставили, влево, приставили, бедра на месте оставляете, приставили, в сторону, приставили, делайте вдох, выдох. Кто-то еще дошел. Асус. Сейчас узнаем, кто такой Асус, кто прячется за этим именем. Так, теперь руки с ногами вместе, локти в сторону, вперед, перевернули, опускаемся вниз. Так, и на выпаде поворачиваем ладошку в сторону. И раз, два, глаза, ты, ю, да, ты, ю, да, та, ты, ю, та, ты, ю, да, та, ты, та, ты, ю, да, та, ты, локти, вторая скорость. Ты, ю, да, та, ты, та, ю, да, та, ты, ю, та, ты, ю, да, та, ты, локти, та, ты, ю, третья, Хорошо, сейчас то же самое, но по два раза, два выпада вправо и потом два выпада влево, но уже сами самостоятельно, то же самое движение, просто подсчет. Вот, локти в сторону, садитесь ниже, так, так, сидим, я пока на вас посмотрю, Вероника, чуть-чуть больше прогните кисть именно внутрь, то есть локти хорошо, да, да, кисть и теперь ладошку чуть вперед, да, вот так, хорошо, есть, так, остальные кто у нас, Вера, малышки можете, да, спасибо, хорошо, локти, Анастасия, расслабьте шею, чуть-чуть назад, корпус, да, вот так, хорошо, так и сидите, Готовы? Два вправо, два влево, первая скорость и Влево Хорошо Вторая скорость Хорошо Экспрессию Те-юм-да-та-те-юм-та, вы знаете, что он всегда там есть, даже если его физически еще нет, он появится, раз, два, три, четыре, давайте еще раз первую скорость того же движения, но попробуйте добавить глаза, то есть мне вот, где бы вы сейчас не находились, мне вот с того места должно дойти ощущение, что вы энергичны, полны жизни и пытаетесь меня чем-то зарядить, хорошим, пожалуйста. Так, локти вверх, хорошо, кисти, так, и ладошка чуть вперед. И Те-юм-да-та-те-юм-та Те-юм-да-та-те-юм-та Та, улыбайтесь шире, как-то приглядываться приходится Те-юм-да-та-те-юм-та Те-юм-да-та-те-юм-та Так, стоп, вдохните, выдохните Так, теперь еще один важный момент Те, кто уже был особенно, у вас уже мышцы крепче, да, чем у тех, кто пришел недавно Поэтому старайтесь сидеть ниже, максимально низко для вас То есть вот на данный момент для вас это максимально низко Начинают ноги болеть, поднимаетесь выше, но цель все равно сесть максимально вниз То есть вспоминаем, ваше идеальное полуприет или романтий Это расстояние от макушки до пупка Такое же откладываем вниз И вот это для вас лично будет идеальное, да, полуприет в индийских танцах Можете себе высчитать Понятно, есть моменты сила мышц, там, колени, еще что-то Но вот в идеальном мире это ваше романтий, к нему мы стремимся Давайте еще раз, еще шире улыбайтесь, Вера, садитесь ниже Подравняйтесь по самому маленькому жителю вашей квартиры, хорошо? На его уровне старайтесь сидеть Готовы? Так, корпус назад, у кого он пытается упасть вперед И... Тэй, юм, глаза Тэй, юм, та Тэй, юм, да Тэй, юм, да Тэй, юм, та Тэй, юм, да Тэй, юм, да Тэй, юм, та Глаза Тэй, юм, да Тэй, вот уже лучше, вторая скорость Тэй, юм, да Тэй, юм, та Тэй, юм, да Тэй, юм, да Тэй, юм, та Тэй, юм, да Тэй, юм, да Тэй, юм, та Тэй, юм, да Вот, как-то уже с третьего раза, да, немножко расслабились, ко всему привыкли, стало проще, хорошо? Ну, в любом случае, глаза помните, ваше лицо, ваши глаза, это 50% вашего, половина вашего танца, впечатления от вашего танца, никто не запомнит ваши движения ногами или руками, если вы даже где-то ошибетесь, но все запомнят, улыбались вы, да, или плакали. Так, давайте следующее, третье, мы его немножко оставили, да, к нему сейчас возвращаемся, вместе руки, вместе ноги, вспоминаем, и потом по этому движению, те, кто его уже знали, сдадим такой маленький, маленький, малюсенький экзамен. Только руки сейчас с глазами, смотрим в сторону, прямо, в сторону, прямо, теперь правая к себе, посмотрели на руку, перевернули прямо, в сторону, опустили, теперь влево, в сторону, прямо, в сторону, кто уже знает, глаза, улыбка, да, брови, все, что можете вспомнить, да, из того набора, который у нас есть. Еще раз вправо, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть, если делаем вправо, к себе идет правая, ладошкой сначала вниз, потом вы ее переворачиваете, если влево, к себе левая, и перевернули. Теперь давайте ножки. Так, те, кто ноги уже учил, уже знает, да, плюс-минус себя чувствует в них комфортно. Ваша задача, все внимание на то, что мы их высоко поднимаем, это первое, да, когда делаем движение, сидим максимально низко, держим спину, копчик, да, то есть все вот эти нюансы, сейчас на них внимание держите, чтобы привычка сформировалась правильно. Локти за спиной, локти, руки за спиной, локти в сторону. Выпад вправо, приставили, влево приставили. И раз, два, три, четыре. Теперь правая ножка на мысочек, за левую назад. Мысочек у вас напротив мысочка, вы продолжаете сидеть, коленки продолжаете тянуть в сторону. Удар, в сторону, и приставили. Это вправо, теперь влево. Раз, спина, два, три, четыре. Теперь левая назад, удар, в сторону, еще раз вправо. Раз, два, спина, три, четыре. Старайтесь не падать. Раз, два, три, молодцы, четыре. Еще раз влево. Раз, два, три, четыре. Назад, удар, в сторону, приставили. Делайте вдох-выдох. Так, старайтесь держать спину. Верю, что все сейчас сидят дома и работают сидя или стоя. Но на танцах, да, вспоминайте про то, что грудная клетка должна открываться и воздух должен помещаться в легкие. Давайте еще раз. Только ноги, потом все вместе. И тэй, юм, та, та, тэй, юм, та. Назад на высочке. Тэй, юм, да, та. Стоп. Давайте еще раз. Смотрите, когда вы поставили ножку назад и делаете удар вверх, старайтесь не подниматься всегда на одном и том же уровне. Тэй. Это важно. Еще раз вправо, слева, потом все вместе. И тэй, юм, да, та, тэй, юм, та. Назад. Удар. В сторону. Приставили влево. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Назад. Удар. Хорошо. В сторону. Приставили. Еще раз вправо. Тэй, юм, да, та. Тэй, юм, та. Тэй, юм, да. Та, тэй, юм, та. Тэй, юм, да, та. Тэй, юм, та. Тэй, юм, колбчик. Про него не забывайте. Та. Хорошо. Так. Теперь давайте вспомним. Ручки еще раз. И все вместе. Гокти смотрят вверх. Кисти прогнуты. Ладошки вперед. Лопатки опущены вниз. Плечи, шеи расслаблены. Смотрите вперед. Выдохнули, улыбнулись. И... Тэй, юм, да. Та глаза. Тэй, юм, та. На руку. Прямо. В сторону. Прямо. Тэй, юм, да. Та. Тэй, юм, та. Тэй, юм, да. Та. Тэй, юм, та. Та. Еще раз. Тэй, юм, да. Та. Тэй, юм, та. Тэй, юм, да. Та. Тэй, юм, та. Тэй, юм, да. Та. Тэй, юм, та. Хорошо. Сейчас все вместе. Те, кто уже руки с ногами собрали. Ваша задача, чтобы когда вы делали движение, каждый выпад, каждый поворот головы, каждый взгляд в сторону, каждый взгляд прямо вызывал у зрителей чувство жизни, что он оживает с каждым вашим движением. И вас самих, когда вы двигаетесь, когда танцуете, должно быть впечатление, что каждое движение, каждый шаг вдохновляет вас делать следующую часть еще энергичнее, еще активнее. Для этого мы тянем ножки вверх, поднимаем локти, чтобы тело напряглось, вернулась кровь во все части тела, глаза шире открываем, улыбаемся, чтобы вспомнить, что у нас вообще-то много мышц, и все могут что-то вырабатывать из себя, и вырабатываться должна энергия вперед, желательно позитивная. Если захочется потопать соседям, сделайте это после этого занятия. На занятии, да, когда танцуете под музыку, без музыки, зрители не должны заметить, что музыки нету, если вы еще под музыку ничего не выучили. Вы сделали одно движение, а ему хорошо, и только вы знаете почему. Так, теперь руки с ногами, сидим, выпад вправо, приставили, влево приставили, и раз, два, три, четыре. Ножка назад, ручка к себе, удар, перевернули, в сторону, приставили, влево. Раз, два, три, четыре. Ножка левая назад, на ударе правой двери, вернули ручку, в сторону, приставили еще раз вправо. Влево. Тей, юм, да, та. Тей, юм, да, та. Хорошо. Так, теперь прежде чем по одному спрошу тех, кто уже движение это знает, кто еще не учил, не переживайте, спрашивать не буду. Прежде чем мы это сделаем, у нас тут еще есть наклон. Здесь корпус прямой. Раз, два, три, четыре. А когда рука идет к себе, если правая, то наклоняемся вправо. Опять же, так же, как в разминке мы делали, от пупка до макушки одной линии наклоняетесь, локоть при этом не падает, а свободная рука не взлетает. Она окажется также параллельно полу. Посмотрели на руку, а когда перевернули, выпрямились, в сторону опустили. Когда делаем влево, то же самое. Когда левая к себе, наклонились влево, вместе с головой, да, было, не оставляйте с головой, а когда перевернули, то выпрямились. Это для тех, кто уже учил это движение. На руку прямо, на руку прямо. Так, теперь, давайте, смотрю поочередно на каждого. Так, те, кто только что выучил, повторяет просто подсчет, я буду считать, а на остальных смотрю и придираюсь. Так, шучу, придираться не буду. Так, Вероника, вы у меня первая, светитесь. Спина прямая, подсказываю руки-ноги новичкам, остальные уже на меня побудет не подглядывать. Сейчас я, наверное, вас буду увеличивать. Вот, хорошо. Есть, готово. Вероника, смотрю на вас, улыбаетесь, отвлекаете меня от всего остального. И ты, юм, да, та, ты, юм, та. Ты, юм, да, та, ты, юм, та. Хорошо. Есть. Теперь, из важных моментов, все, кто будут дальше делать, про кисть не забывайте, да, то есть не только локоть вверх, но и кисть вниз. Это добавляет такой визуальной мягкости вашему силуэту, когда вы танцуете, такая мелочь-мелочь, но создает впечатление. И второй момент, когда у вас идет ножка к себе и рука к себе, да, ножка назад, рука к себе, старайтесь, чтобы у вас все, да, весь корпус не сдвигался в сторону. Он будет оставаться на месте. Раз, два, три, четыре. То есть раз, да, и так сбежали в сторону, потом раз, сбежали в сторону. Старайтесь, чтобы было на месте. То есть бедра зафиксированы, а наклон идет от бедер. Раз, два, приставили, допустим, бедра на месте. Раз, два, приставили. Так все правильно. Следующая Наташа. Вы сегодня, по-моему, одна Наташа у нас. Облегчает задачу. Так. И. Тей, юм, да, та, тей, юм, та. Тей, юм, да, та, тей, юм, та. Так. Отлично. Все хорошо. Пробуйте садиться ниже, но верю, что мышцы болят. Так, Анастасия, вы следующая. Прямо так звучит. Вы следующая. Так. Корпус назад. Тяните, толкайте его назад. Локти вверх. И. Тей, юм, да, та, тей, юм, та. Хорошо. Тей, юм, да, та, тей, юм, та. Влево. Тей, юм, да, та, тей, юм, та. Хорошо. Тей, юм, да, та, тей, юм, та. Отлично. Все так и оставляете. Вера, вы следующая. Вам проще, вам есть на кого подглядывать. Локти вверх, плечи вниз. Садитесь ниже. Не знаю, позволяет ли юбка, но максимально низко. И влево. Есть. Так делайте вдох-выдох. Очень важный момент. То же самое в ногах. Когда делаете, сейчас мы на примере этого движения все нюансы прорабатываем, которые есть в каждом движении, поэтому не думайте, что мы на одном зациклились. Это все сразу, на примере одного. Когда заводите ножку назад, вот эту часть с бедрами, оставляйте на месте, чтобы они не уходили, старайтесь, не улетали назад, по диагонали, еще куда-то, у каждого в свою сторону. Вот они у вас на месте. Если сбоку смотреть, да, копчик вниз, спина прямая. Раз, два, три, четыре. То есть, как бы вы ни смотрели, у вас бедра всегда остаются на месте. Не должно сбоку, да, если на вас кто-то смотрит, возникает впечатление, что вы пытаетесь сбежать задним ходом со сцены. То есть, когда вы наклоняетесь, раз, у вас получится бедра на месте, вы наклонились в сторону, четко вот, если сбоку у вас есть зритель, и смотрит. Бедра назад не уходят, да, то есть бедра держите. Вера, давайте еще раз, все вместе еще раз, потом сделаем перерыв и продолжим с вот этим движением. Так, локти, улыбайтесь. И... Тей-юм-та-та-та-та-тей-юм-та. Хорошо. Тей-юм-та-та-та-те-юм-та. Есть. Так, и тут еще проще, Вера, да, еще проще движение, чем вы думаете, кисть вот после того, как перевернули, ладошкой вперед и опустили, да, вас так немножко раз по балетному, может у вас, конечно, балетная подготовка была, что хорошо, да, то есть поворот, опустили, поворот, опустили, немножко более геометрично, да, более декоративно, вот эти мягкие движения не будут, но в описательных танцах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, тут чуть четче, так все хорошо. Садитесь поближе к экрану, мы с вами повторим жесты, нашу азбуку жестов, так немножко отдохнете и продолжим. Кто такой Асус у нас сегодня? Я понимаю менеджер сервиса, а вот Асус, проявитесь, кто у нас сегодня под именем Асус? Так, с самого начала повторяем азбуку жестов, сегодня давайте повторим одной руки, в следующий раз двух рук. Намасте Асус, все, теперь я поняла, кто это, а то было подозрительно. Так, первый жест, потака, все названия, первое слово, которое я говорю, это название на санскрите, дальше перевод на русский язык. Локоть вверх, спина прямая, все так же, как в танце. Потака флаг, дальше три потака, тройной флаг, три цвета у флага, артха потака, половина флага. Вот эти пальчики стараетесь держать, если они сгибаются, это нормально, вы их можете поправлять. Большой сбоку согнут прижат. Карта римукха, ножницы. Так, у вас была артха потака, на вот эти два пальчика кладете большой и перекрещиваете, получается ножницы. Так, есть ножницы, есть. Дальше майура, павлин. Так, пальчики вместе, старайтесь, чтобы они складывались, выпрямлялись потихонечку. Павлин. Если мы с вами будем говорить про индийских богов, а мы будем рассказывать мифы с помощью жестов, то когда мы показываем Кришну, да, вот в одной, одной рукой мы показываем флейту, Кришна это бог любви, а второй рукой, вот этим жестом, мы показываем павлине перо у него в короне. И так, еще чуть-чуть, чуть-чуть им немножко, да, трясете, чтобы показать, как оно колышется на ветру. Так, давайте первый жест разберем, три пальчика вперед, мизинчик вверх, большой пальчик вверх. Теперь поворачиваете, это ваша флейта, да, все флейты видели, такая дудочка, возвращаете тут поближе к рту, сбоку от рта, пальчики натянуты, а правая у вас над головой в том жести, что мы разобрали. Так, кисть можете прогнуть внутрь, так, и смотрите, представьте, что вот вы стоите в лесу, да, либо на поляне, играете на своей флейте, да, и все вокруг вас влюбляются. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Так, ну это так, чтобы вам было интересно, куда можно что применить. Майора, павлин. Дальше, артхачандра, половина луны. Так, тут пальчик будет в сторону, половина луны. Так, дальше, орала, крюк. Шукатун, да, клюв попугая, указательный вперед и безымянный вперед, если надо, то выпрямляете, подставляете, да, все нормально, не переживайте, оно все со временем станет. Сгибаете в первых фалангах, да, то есть пальчики вперед не будут выходить, они сгибаются в первых фалангах. Хорошо, клюв попугая, мушти, сжатый кулак, есть тут просто все, шикхара, пик. И вот эту часть мы разбирали, вот этим пиком, что можно показать, для чего мы используем этот жест. Я как-то мельком вам говорила. У тех, кто уже был, те, кто первый раз, понятно, вы сегодня не угадаете. Для мужа, для царя, для бога, для покровителя, да, для всего, что является выше, что вы хотите поставить выше. Раз, два, если вы хотите показать, да, что вы замужем или у вас есть муж. Раз, два. Это также шиволингом символ шивы, шива – это бог танца. Раз, два. Вы можете поставить наверх, если поставите наверх, то это будет божество скорее, да. Ну, и тут, и тут может значить божество, но это зависит от танца, от постановки. Мы с вами разбирали лук, когда мы натягивали лук и стрелы, да, мы использовали этот жест. Раз, два. То есть правой держите сам лук, левой натягиваете тетиву и стреляете. Это, да, применение в повседневной жизни жестов. Раз, два, три, четыре. Когда отпускаете, открываете левую ручку. Хорошо. Так, шик-хара-пик. Дальше капита, застежка. Три пальчика складываете, а на большой кладете указательный. Капита, застежка. Катакамукха. Звено в цепи, то, что мы вот в поклоне с вами используем. Звено в цепи. Так, указательный и средний. Остальные смотрят вверх. Да, старайтесь их натягивать, хорошо. Дальше сучи. Стрелка. Чандра-кала. Молодой месяц. Хорошо. Дальше подмакоша. Держать что-то. Если, представим, вы для кого-то собрали еду, либо приготовили еду и хотите покормить его с рук, то вот этим жестом мы будем это делать. Если он сидит, допустим, слева пусть сидит, так удобнее. Показываете, что хочешь ли ты кушать, вот ли я для тебя приготовила. И кормите, если с рук, если это маленький ребенок, берете три пальчика, вот такой дополнительный жест, его нет в основной азбуке. Берете и кормите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да? И взглядом передаете, что вы не отравить хотите того, кто перед вами сидит, а вы с любовью доготовили и с любовью его кормите. От вашего выражения лица зависит, что вы делаете с тем, кого представляете. Хорошо? Так, держать что-то. Дальше. Сарпаширша змея. Раз, два, три, четыре. Тут просто. Это мригоширша, голова оленя. Три пальчика вместе, большой поднят вверх, мизинчик поднят вверх. Голова оленя. То есть практически таким же жестом мы с вами держали флейту, только другой рукой. Да, у нас пальчик был в сторону. Это уже мелочи плюс-минус. Так, голова оленя, симхамукха, пасть льва. Так, пальчики будут два вверх и центральные собираете. Так, что вот этим жестом? Для чего мы еще можем его использовать? Все молчат. Так, мы это можем использовать для любого животного. Для коровы, да, если вы рассказываете что-то про природу. Для лошади, да, для льва, для тигра. Это все зависит от контекста. Это может быть бычок, опять же, там, согнете ушки, будет барашек, допустим, да. Если вы опираетесь на корову, то вы вот так красивенько на нее опретесь, она у вас внизу, нежненько, да. Смотрите по сторонам, либо думаете о чем-то, да. Слушаете музыку флейты, например. Все зависит от контекста. Так, симхамукха, пасть льва. Дальше кангула, хвост или злак. Сгибаете безымянный, кладете большой на него, переворачиваете. Получается кангула, хвост или злак. Злак в значении пшеница, рис, да. Хвост, любой хвост, кого угодно, чего угодно. И аллопадма, распустившийся лотос. Это чаще всего у нас будет встречаться. Аллопадма, распустившийся лотос, чатура, искусный. Так, теперь вот тоже важный жест. Три пальчика вместе, мизинчик вниз, большой. Сгибаете и кладете на вторые фаланги трех оставшихся. Если вы показываете, что вы слушаете музыку, да, ту же флейту, да, вот вы прислушиваетесь к ней. Улыбаетесь, добавляете мелкое движение шеи, брови и к ушам. Только не ко рту, да, к ушам. То есть вы слушаете. Раз, два, три, четыре. Если вы хотите сказать, что кто-то сообразительный, либо мудрый, либо хитрый, зависит от контекста, то в зависимости от выражения лица вы говорите, к вискам ведете, да, уже не к ушам, к вискам, что кто-то очень мудрый, либо кто-то очень хитрый, да, такой, который может вывернуться из любой ситуации. Берете ножницы в левую руку и показываете, да, что кто-то, у кого-то есть мозги, да, но это используют для того, чтобы схитрить где-то. Так, это у нас что? Чатура искусный, брамора пчела. Указательный сворачиваем вниз, вниз, внутрь. Пальчики остальные натягиваете, давайте левую тоже возьмете и покажем двух пчел. Чуть-чуть ручки трясете. Если вы рассказываете о весне, о любви, да, показываете, как эти две пчелки красиво гудят, да, друг с другом летают, вылетают в бесконечность туда, к цветам. Так, брамора пчела, хамсасия, голова лебедя. Так, голова лебедя, пальчик прямой, остальные красиво натягиваете. Если мужа мы показываем, да, одним вот таким жестом, то жену, то, что вот вы замужем, да, или кто-то богиня замужем, вы показываете вот двумя лебедями, да, двумя головами лебедей, смотрите вниз и вверх. В Индии вместо колец обручальных носят обручальное жерелье, да, Мангаласутру. Раз, два, три, четыре. Это делаете так, с легкой улыбкой, немножечко стесняясь, да, если то, что он муж, да, вы рассказываете с гордостью, то то, что кто-то или вы за кем-то замужем, вы рассказываете. Так, немножко стесняясь. Так, голова лебедя. И давайте последнее, то их много. Хамсапакша, крыло лебедя. Так же, как флейту, только пальчик будет согнут. Крыло лебедя. Хорошо. А вот есть четыре ступени просветления, то мы вот этим жестом будем показывать. Раз, два, три. Просто четыре раза останавливаетесь. Раз, два, три. Либо, если вы хотите показать храм, то вы можете использовать вот этот жест тоже. Раз, два, три. То есть храмы в Индии, они так, ступенечками немножко идут, да. Раз, два, три. То есть начинаете сверху, заканчиваете внизу. Раз, два, три. Ну, к этому мы подробно будем, да, ко всему возвращаться. Жестов много. Это прямо полноценный язык. Так, теперь давайте вернемся к нашему движению. Вы немножко передохнули. Еще раз вместе его повторим. Те-ем-да-та-те-ем-да. И у нас еще осталось из тех, кто сдает экзамен. Соломи я правильно. И пока что остальных спрашивать не буду, спрошу в следующий раз. Давайте все вместе. Локти вверх. Улыбаемся. Лицо должно было немножечко расслабиться, размяться. Право-влево. И тей-ем-да-та. Тей-ем-та. Наклон у кого уже получается. Тей-ем-да-та. Бедра держите. Тей-ем-та. Тей-ем-да-та. Тей-ем-та. Тей-ем-да-та. Тей-ем-та. Локти еще раз. Тей-ем-да-та. Тей-ем-та. Тей-ем-да-та. Тей-ем-та. Тей-ем-да-та. Тей-ем-та. Те, юм, да, та, те, юм. Вторая скорость все вместе. Те, юм, да, та, 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 те, Хорошо. Вдох-выдох. Есть. Последний, кто у нас дает соломия, давайте медленно подсчет справа-влево это движение, да. И разберем ножки нового движения, так, чтобы было, да, на чем закончить и с чего интересного начать в следующий раз. Еще раз. Только первая скорость справа-влево. Готовы локти. Каждый знает, да, что где держать. Кто-то держит локти, кто-то шею, кто-то бедра. И. Тей-юм-та-та-тей-юм-та. К себе наклон. Тей-юм-та-та-тей-юм-та. Хорошо. Тей-юм-та-та-тей-юм-та. Есть. Соломия. Все отлично. Единственное, когда ручка приходит к себе, сначала будет ладошкой вниз, а на ударе уже потом переворачивается. Раз. Два. То есть тут будет, да, четкое движение. Все остальное правильно. Так. И теперь давайте все вместе выучим ножки. Это не восьмое. Это из отдельной группы движений. Мы постепенно к ним готовимся. Достаточно простое. Но на прямых ногах, так, чтобы вы отдохнули, сидеть в полу-плее не будем. Оно простое. Буквально сейчас разберем и закончим. Можете выдохнуть. Так. Скользим правой ножкой в сторону. Раз. Приставили. Приседаем. Так. Теперь выпрямляем коленки. Поднимаете мысочки. Оба мысочка вверх. Прямо стоите на пятках. И спрыгиваете вниз. Вот этот спрыжок – это то, к чему нам нужно заранее подготовиться. То есть вы присели, подняли мысочки и спрыгнули вниз. Давайте еще раз. Сейчас еще раз разберем. Спрыжок – это важная часть. То есть простое движение, но его нужно хорошо отработать. Оно у нас в первом танце с вами будет часто встречаться. Скользим в сторону. Приставили, присели. Выпрямили ножки, подняли мысочки и спрыгнули вниз. То есть отрываете пятки от пола и такой легкий спрыжок вниз. То есть не вверх, а спрыжок вниз. При этом коленки согнутся вперед. Вы немножко присядете. Давайте еще раз. Спина. Выдохнули. Скользим вправо. Приставили, присели. Выпрямились мысочки вверх и спрыгнули вниз. И еще один момент. Когда спрыгиваете вниз, корпус остается перпендикулярно полу. Вперед не наклоняйтесь. Еще раз. И раз. Два. Три. Четыре. Давайте влево попробуем. Левое. Приставили. Вверх. И спрыгнули. Так. Задача, чтобы вы... Я сейчас не буду приглядываться к ногам, но задача, чтобы после того, как вы подняли мысочки, вы оторвали всю стопу от пола и спрыгнули вниз. Вера, в чем вопрос? Я не очень знаю. Мы, получается, с пяток выпрыгиваем. Вы, получается, подняли мысочки вверх, а теперь вам нужно спрыгнуть вниз, оторвав пятки от пола. То есть всей стопой. У вас была ножка вот так, стоит на полу. И вам нужно сделать прыжок вниз. Вверх, вниз. То есть, если утрировать движение, я сейчас утрирую, сильно отрывать от пола не нужно. Раз. Два. То есть, вот такое движение, как прыжок, вам нужно будет сделать вверх и вниз. Раз. Я не отрываю здесь, честно говоря. Получается, что вы все-таки выпрыгиваете с пяток прямо? Ну, получается, да. С пяток вы прыгаете вниз, если можно так сказать, при этом отрывая стопы от пола. Раз. Два. Два. Ну, то есть, получается, что прыжок начинается прямо в пятки, да? Да, да, да. Я об этом никогда так не думала, но прыжок начинается с пятки. Правильно. Раз. Два. И обе ноги, да? Обе ноги одновременно. Раз. Два. Обе ножки тут будут идти синхронно вверх и вниз. Каждое движение объясняет по-разному. Это, на самом деле, уникальная вещь, как все разбирают эти движения. Но прыжок должен быть вниз. Раз. Два. И он должен получиться мягким. Я сейчас прыгала ярче, чтобы вам было, да, понятнее, но он должен быть мягким. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. То есть, вот этот прыжок можете дома порепетировать. Итак, к следующему занятию. Руки будут очень простые. Здесь задача вот сделать красивый такой спрыжок. Давайте еще раз вместе вправо-влево будем заканчивать это движение на следующее занятие. Готовы с прямых ног. Тут и с плюсом, да, мы не сидим в полуприе, тут ноги прямые, можно отдохнуть. Раз. Присели, выпрямились и спрыгнули. Влево. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Это такое движение будет, знаете, крадущееся, вот, немножко такое, с хитринкой, да, с заигрыванием. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Такое достаточно, вроде бы, плавное, но при этом хитрое. Так, на сегодня все. Ноги, вот эти руки, все, разберем в следующий раз. Вместе делаем поклон такой же, как в начале. Кто знает эту мифологическую страшилку из индийских танцев, да, что если, когда начинаешь занятие или начинаешь выступление, не сделать поклон, то в следующей жизни рождаешься в лоне животного. Ну, это так, не принимайте близко к сердцу, но это из мифов, если читать про танцы, то вы, возможно, эту часть встретите. Так, локти вверх. И так, ка-ди-ми, так, ка-ди-ми, так, ка-ди-ми, так, ка-ди-ми, так, ка-ди-ми, ты. Всем большое спасибо. Намасте. До встречи в следующую пятницу. Запись. До встречи в следующую пятницу.